Итак, мистер Брукс, давайте отвлечемся от цифровых активов и блокчейна на минуту и обсудим интернет, чем он был, чем он стал и чем он станет. Попытайтесь объяснить это присутствующим здесь политикам. Итак, изначально интернет был предназначен только для чтения и потребления информации. Со временем на него накладывали все больше новых слоев, что сделало его куда более интерактивным. Но вместе с этим он стал и куда более централизованным. Он превратился из Web1.0 в Web2.0. И теперь мы слышим о чем-то под названием Web3.0. Политикам нужно принять природу этого Web3.0. И это слушание организовано ради этого. Расскажите нам о характеристиках Web1, Web2 и Web3. Мистер МакГенгрис, спасибо за вопрос. Думаю, очень важно политикам понять, что мы пытаемся здесь построить. Особенностью Web1, если вы помните, являлась возможность смотреть на доску объявлений в саду, с которыми никак нельзя было взаимодействовать. Только читать. Словно журнал Times просто показывал тебе статьи, только не на бумаге, а на экране. Инновация Web2.0 заключалась в том, что внезапно ты смог не просто читать статьи, но также и писать их самостоятельно. С этого и началась благосфера. Люди помнят об этом в начале 2000-х годов. Причина централизации интернета заключается в том, что весь этот контент был монетизирован небольшим количеством компаний. Фейсбуком, Гуглом или несколько другими компаниями. Что отличает Web3.0 от Web2.0? Пользователь имеет возможность владеть частью сети. И вот чем являются криптовалюты. Это доказательство владения этой сетью. Поэтому, если ты слышишь, как люди говорят, токены первого слоя блокчейна, ты должен понимать, что это главный токен сети, который является твоим вознаграждением за предоставление услуг по обслуживанию этой сети, а также вычислительных мощностей для ее работы. В интернете Web1 и Web2.0 эти услуги предоставляли такие компании, как Google. Они и владели сетями. Но сейчас люди сами могут владеть сетями, например, сетью эфириума. Вот зачем существуют криптовалюты. Они позволяют людям прямо владеть сетью с ее нативными активами, что работают в этой сети. И в этом заключается природа децентрализации, когда холдеры токенов являются людьми, которые контролируют активы и сеть. Ладно, токены или нашим языком цифровые активы являются ключами для участия пользователей в блокчейне. Опишите нам, как эти цифровые активы впишутся в эту интернет-революцию. Суть в том, что у криптосети есть несколько слоев. Токены слоя приложений в сети, а также токены самого протокола сети. Скажем, я владелец биткоина или его майнер, что добывает биткоины. Биткоин – это награда, которую я получаю за то, что поддерживаю работоспособность сети. Это моя работа и позволяет мне владеть частью сети биткоина. Или же возьмем эфириум. Монета эфириума также предоставляет тебе право на владение частью сети эфириума. Но поверх этой сети строится целый ряд различных приложений, которые используют сеть эфириума практически так же, как приложение в твоем телефоне использует операционную систему телефона. Люди на рынке пытаются понять, какая из этих сетей выиграет и покупает монеты этой сети точно так же, как вы ставите на ту или иную компанию, покупая их акции. Разница в том, что в сетях Proof of Stake ты сможешь голосовать за будущее развития сети. Ты сможешь получать вознаграждение за то, что владеешь токеном или поддерживаешь работу и безопасность сети. Но самое главное то, что происходит в децентрализованной сети, решается инвесторами. То, что происходит в интернете Web 2.0 решается исключительно компаниями. Гуглом, Твиттером, Фейсбуком и так далее. Итак, давайте проясним, чтобы Конгресс все понял. Все, что движет нас к новому интернету Web 3.0, построено на самом первом слое блокчейна, так? Поэтому нам важно держать руку на пульсе того, куда все это движется, чтобы принимать новые законы для принятия этих новых технологий. Именно. Мистер МакГенри, я думаю, что если вы познакомитесь со всеми проблемами, с которыми сталкиваются технокомпании сейчас, важность криптосетей станет очевидной. Хорошо, итак, децентрализованные сети, где каждый пользователь владеет сетью лучше, чем корпоративные сети, контролируемые компаниями, так? Интернет Web 2.0 не дает тебе право голоса, а Web 3.0 дает тебе такое право, да? Именно так. Я спрашиваю это не для того, чтобы оскорбить кого-либо, а для того, чтобы все стало понятным. Ведь речь идет не только об этом собрании, а о новом классе активов, который сегодня стоит триллионы долларов, и которого не существовало, пока Сатоши 13 лет назад не представил белую бумагу биткоина. И этот совершенно новый набор технологий будет развиваться, независимо от того, примут ли их Соединенные Штаты и станут ли они их лидером, либо же наоборот вытеснят их за свои границы и уступят лидерство другим нациям. Поэтому, как политики США, мы должны понять, что это такое. Это слушание о криптовалюте может оказаться системно важным для этого государства. Субтитры создавал DimaTorzok